Расскажите, каким для вас был 2022 год? Сколько родилось малышей, сколько из них девочек, сколько мальчиков? За 2022 год по сегодняшний день у нас было 123 родов. Из них мальчиков 53 и девочек 62. Роды в основном у нас физиологические, есть и оперативные вмешательства путем кесарево сечения. Их было по сегодняшний день 37. А рождались ли двойные? Было две двойни за этот год. Двое девочек и два мальчика. Что насчет сложных ходов? Были у вас роды с плохим исходом? С плохим исходом в этом году не было. Было одно мертворождение. Мертворожденный родился, но он поступил без сердцебиения, без видимых признаков жизни, доношенная беременность. Но, к сожалению, женщина не стояла на учете, не состояла на учете, не обследована была. Такое тоже бывает. Сложных родов у нас фактически в этом году и не было. Были осложненные какие-то, но это были не такие сложные роды. Расскажите немного о самом родильном отделении. Сколько человек работает? Оснащено ли оно оборудованием необходимым? Родильное отделение работает с 1994 года. Оснащение у нас с 2010 года. Фактически у нас для нас, необходимое для района у нас есть. Начиная от ЮВЭЗа, заканчивая первой помощью, которую мы оказываем, у нас все есть. В отделении работает у нас 18 человек. Это 4 бригады круглосуточные, акушерка, детская медсестричка, санитарка, педиатр и 5 врачей, акушер-гинекологов, один анатолог. Сколько человек у вас на сегодняшний день стоит на учете? Стоит на учете более 110 женщин по сегодняшний день. У нас есть эмиграция, вы сами понимаете, которая эмигрирует за пределы. Есть те, которые едут в Сухуми народы. Таких мало. В основном это много первородящих, есть и повторно родящие. К вам обращаются в основном жители из Галского района или из других районов тоже? Есть, конечно, и Чемчевский район, и Тугорчевский район мы обслуживаем. Есть, приезжают из Сухуми народы, из Сагуцеры было у нас несколько городов. Со всех районов мы принимаем всех. Есть ли у вас какие-нибудь сложности на сегодняшний день? Чего вам не хватает, может быть, помощь какая-нибудь необходимое отделение? Ну, медикаменты необходимые для нас. Мы фактически все получаем. Отдельно финансируется рождаемость, так что медикаменты у нас фактически все есть. Есть некоторые нюансы, не хватает устаревшие инструментарии. По необходимости мы то сами докупаем, то помогает нам наша больница. По возможности, что можно, мы сами приобретаем. Практикует ли ваше отделение, например, общение с роженицами дистанционно как-нибудь? Конечно, мы по телефону со всеми общаемся. При необходимости их вызываем. Дистанционное общение у нас было очень на большом уровне, это когда была корона, коронавирусная инфекция. То есть могут обращаться в любое время? Да, в любое время, дня и ночи. У нас 24 часа телефона ни у одного из наших врачей не выключается. Мы консультируем по телефону, то, что возможно по телефону, мы оказываем. Все остальное, естественно, вызываем сюда в стационар.